Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии у Майи Прагимова я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях этого дня. И вот что вас ждет в выпуске. Земля в Куравском районе словно уходит из-под ног. Как местные чиновники планируют решать последствия стихии? Грязное море для купания не помеха. Почему рассадник опасных бактерий не отпугивает людей? Сегодня в выпуске. Сдаешь квартиру – плати налоги. Арендодатели Дагестана призывают встать на учет. Умар Нурмагомедов возглавит ближайший турнир ЮСИ в Абу-Даби. С кем предстоит биться дагестанскому бойцу? Смотрите в спортивном проекте. Земля в Куравском районе словно уходит из-под ног. В прямом смысле. Около полутора тысяч местных жителей остались без света и дорог из-за селевых потоков. Стихия пронеслась по всему ущелью и затронула каждого жителя. Местным властям удалось восстановить несколько дорог, но их тут же снова снесло бурными потоками. Сейчас наладить работу электроснабжения невозможно до снижения уровня воды в реке. Отметим, что сильные дожди прошли в горных районах Дагестана с 26 по 28 июля. Из-за аварийных отключений без света остались 130 сел региона, сообщает МЧС Республики. Грязная вода для купания не помеха. Так решили жители и гости столицы, которые чуть ли не каждый день приходят на пляжи столицы. Люди окунаются в море, тогда как специалисты категорически запрещают купаться. Почему рассадник опасных бактерий не отпугивает людей и что они говорят, выяснила моя коллега. На городском пляже Махачкалы стоит табличка «Купание запрещено». Но, как вы видите, местных жителей и туристов это не останавливает. Но внимание, по всей видимости, не привлекают ни таблички, ни призывы компетентных служб. От слова совсем. Купальный сезон на городском пляже Махачкалы в самом разгаре. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что тут купаться запрещено? Не запрещено тут купаться. Почему запрещено? А табличку вы не видели при входе на пляж? Нет, не было, что она описана. Ничего не видела. Но местных жителей здесь не так много. В основном центральный пляж заполняют туристы. Гости с разных уголков страны приезжают сюда посмотреть не только достопримечательности республики, но и с удовольствием провести время на море. Однако отдыхающим, по всей видимости, закон не писан. Вот, к примеру, Елена из Санкт-Петербурга. Уже второй год приезжает в наши края. В частности, чтобы искупаться в море. И это при том, что о запрете купания она в курсе. Да, я знаю, что здесь запрещено купаться, запрещено, потому что грязно. Но, как и другие туристы и местные жители, это меня не останавливает. Незаметно, что грязно. Единственное, просто по проверкам эти места не проходят для купания. А так нет. Но единственное, лучше выпить потом активированный уголь, если вдруг попала вода. А вот Ольга Шамурай приехала с Пятигорска вместе с семьей подышать свежим морским воздухом. Думая, здесь можно укрепить иммунитет деток. Состояние воды оценивает по-разному. Сегодня очень хорошее, чистое, но прохладное. До этого была грязновата вода. Скажите, а вы вообще знали, что купаться запрещено здесь? Ну, вы знаете, мы вот только недавно узнали. Глава Дербента, да, он сказал, что нельзя, запрещено купаться. В связи с чем, мы даже не знаем. Тем временем, Роспотребнадзор региона бьет тревогу. В постановлении главного санитарного врача Дагестана указаны причины загрязнения Каспия. Причиной загрязнения морской воды является непрекращающийся сброс неочищенных, необеззараженных канализационных и поверхностных, неочищенных ливневых стоков в Каспийское море в черте города Махачкалы. Так почему же люди игнорируют требования? На территории этого городского пляжа мы увидели лишь один опознавательный знак. Возможно, именно поэтому его и мало кто замечает. Спасатели на пляже тем временем держат ухо востро. Их работа после введенных ограничений ничуть не уменьшилась. Люди есть, а значит, помощь оказывать нужно. Купание в море запрещено в связи с тем, что оно загрязнено очень. Стоки сливаются из города. А где они передаются эти святия? По новостям, каких-то СМИ, Роспотребнадзор. В принципе, люди сами прекрасно об этом знают, в курсе. Им не запретишь сюда приходить на море купаться. Жителям древнего города повезло больше. По последним данным Роспотребнадзора, в Дербенте купание в море не представляет опасности. Когда ограничительные меры снимут в столице региона, пока неизвестно. Хадиджа Дранкина, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Сдаешь квартиру, плати налоги. Налоговая служба Дагестана заявила, сдача недвижимости считается предпринимательской деятельностью. Поэтому арендодатели должны встать на учет, как индивидуальные предприниматели, и платить пошлину. Отметим, что в середине июля в республике зарегистрировано около 50 тысяч малых и средних предприятий, из которых более 38 тысяч – это индивидуальные и микропредприятия. Бесплатное обучение от парикмахера-стилиста. В Центр поддержки предпринимательства Дагестана пришли порядка 30 самозанятых, чтобы увидеть, как наводить красоту. А вот что именно делали на встрече, узнавали наши корреспонденты. Им слово. Сегодня в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» проходит бесплатный мастер-класс по укладкам и прическам от Зухры Сулиевой. Трендовые укладки, разбор стайлинга и все о подготовке инструментов. Об этом и не только говорили на бесплатном мастер-классе. Проводят его вот уже третий раз хайер-стилист международного уровня Зухра Сулиева. Ее учениц можно встретить в разных уголках планеты, в частности в Дубае, Египте, Бразилии и Италии. Спасибо организаторам за то, что помогает самозанятым Республике Дагестан абсолютно бесплатно получать образовательные курсы, которые помогают самозанятым работать более увереннее и профессиональнее. А чем качественнее обучение, тем больше возможностей появляется специалиста. Бесплатный мастер-класс могли посетить более 30 самозанятых. Это как начинающие мастера, так и профессионалы. Но каждый участник признается, что такие мероприятия важны и полезны. Не первый раз я прихожу на мастер-класс именно самозанятости. Также здесь привлекают очень крутых спикеров, которым мы очень довольны. Много для себя узнаем знаний. Такие бесплатные мастер-классы проводятся в Дагестане на регулярной основе и по разным направлениям. Стало это возможным в рамках национального проекта, который реализует Центр поддержки предпринимательства Республики. Данный мастер-класс было решено провести, потому что есть большой запрос от наших самозанятых граждан на проведение различной тематики мастер-класса, в том числе и по прическам. Соответственно, мы сегодня решили провести данный мастер-класс. Для участников был организованный кофе-брейк, а по итогам мероприятия они получили авторские сертификаты и ценные призы. Амина София Ричинская, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарцев. Новости ННТ Махачкала. Кадровые изменения произошли в Муфтиате Дагестана. Так, по решению духовного лидера мусульмана региона, шейх Ахмада Афанди, председателем религиозной организации, назначен Абдуллан Салимов. Ранее он занимал должность заместителя Муфтия Республики. В ходе встречи с сотрудниками, духовный лидер поблагодарил всех работников за высокие результаты в просветительской деятельности. Он также обозначил приоритетные направления в предстоящей работе. Меная это, мы проверяем, как будет эффективно работать. Когда организации, руководитель, успешным, когда называют? Когда в отсутствии этого руководителя, организация работает. И никто не чувствует отсутствия руководителя. Мы вот этого добиваемся. И я надеюсь, нам это удается. Я каждый раз, когда в Буйнакске я бываю, меня спрашивают, как там работают. Я говорю, те заместители, когда раньше работали за одного человека, сейчас они, говорю, за двоих работают. И полностью ответственность они взяли на себя и работают. Хорошо, говорю. Он тоже очень доволен. И сегодня я хочу опять заново вернуться. Вот это, председатель Муфтиата. Определенное время мы приостановили деятельность этой должности. Опять Салиму Абдулла хочу на эту должность назначить. Хандул-Ляр-Белару. Махачкалинская «Динамо» усилилась футболистам из Алжира. Клуб сообщил о подписании 24-летнего полузащитника Усема Мрезика. Он признавался лучшим игроком Кубка Африканских наций прошлого года. Дагестанскую команду Мрезик перебрался из алжирского клуба Белуиздада, за который он отыграл более 100 матчей и становился трехкратным чемпионом страны. Умар Нурмагомедов возглавит ближайший турнир UFC в Абудабе. Поединок с участием дагестанского бойца пройдет в это воскресенье, 3 августа. Наш микс-файтер сойдется с Кори Сент-Хагеном. Американец занимает вторую строчку рейтинга в легчайшем дивизионе. В случае своей шестой победы в лиге Нурмагомедов может получить титульный шанс. В главном поединке вечера в октагон также войдет Шарапутин Магомедов, более известный как Шарабулет. Идущему без поражения средневесу в третьем бою в UFC предстоит встреча с поляком Михаилом Алексеевичуком. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересных материалов читайте в нашем телеграм-канале. Для вас в студии работала Ума Ибрагимова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин